Задолго до начала судебных заседаний в Московский городской суд перестали пускать слушателей. Поддержать обвиняемых по делу о так называемых массовых беспорядках пришли около ста человек. Большинство к блогеру, студенту высшей школы экономики Егору Жукову. Накануне профессор вышки Анна Качкаева опубликовала открытое письмо в адрес Следственного комитета с требованием прекратить дело против Жукова и других арестованных после протестов 27 июля. Его подписали более 300 сотрудников университета. В очереди в суд собрались в основном студенты, в том числе незнакомые с Егором Жуковым лично. Такая ситуация, что как бы абсолютно не важно, знаю, что человек лично или нет. Лично знаю двух, Конана и Миняйла. С Жуковым много общих знакомых за счет того, что в одном университете учимся. Не пускают, не знаю, потому что не пускают, потому что могут. В зал заседаний удалось прорваться лишь родственникам, журналистам и нескольким поручителям. Еще часть пришедших разместилась в зале трансляций. Егор Жуков участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Апелляцию рассмотрели без личного присутствия не только обвиняемого, но и следователя. Представитель прокуратуры убедила суд, что нет смысла переносить заседание. Она настаивала на отклонении жалобы на арест. Защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, например, освобождению под залог. Его был готов внести рэпер Оксимирон, лично явившийся в суд. Поручились за Егора Жукова более 600 человек. В их числе актриса Чулупан Хаматова, политик Любовь Соболь, журналисты Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов, проректор высшей школы экономики Валерия Косомара. У меня есть с ним общие знакомые. Соответственно, я знаю, что он человек благонадежный, положительный. Также я смотрел его ролики на ютубе. И также я ознакомился со съемками с митинга 27 числа. Соответственно, по итогу всего этого могу сказать, что однозначно Негуржуков не представляет опасности для общества. Поэтому смысла его держать под стражей не вижу никакого. Я очень долго жил в Лондоне. Я знаю, что такое массовые беспорядки. Я видел, когда горят машины, бьются витрины, непонятно, чем вооруженные люди. Здесь этого абсолютно не было. Соответственно, Егоржуков должен быть свободен. После возвращения прокурора к делу приобщили лишь обращения тех, кто пришел в суд лично. На улице собравшиеся продолжали следить за ходом заседания по публикациям в соцсетях и мессенджерах. Я пришла сюда, потому что я считаю задержание Егора несправедливым. И меня очень волнует эта ситуация. Я следила за телеграм-каналами, в которых публиковалась информация о том, что происходило. Пришли на улице? Ну да, естественно. Я с 9 утра тут стою и не смогла пройти. То есть к 9 уже я была. С тебя романтична знакома? Нет, он учится на курс старше меня. Мы учимся потом в университете на одной образовательной программе. Адвокат Жукова Леонид Цоловьев рассказал, что следствие пыталось склонить его подзащитного к признанию вины, а также оговору своих знакомых в обмен на домашний арест. Все, что делал мой подзащитный Егор, прошелся вместе с шествием, да, с мирным, просто показал рукой толпе, чтобы она уходила непосредственно с проезжей части. Каких-либо оснований говорить о том, что он участвовал в массовых беспорядках, поджигал какие-то там мифические автомобили, да, совершил какие-то погромы, этого вообще нет. И это не представлено следствием, хотя вообще по процессуальной логике это должно быть в первую очередь. То есть сначала устанавливаются события преступления, потом соучастники, потом устанавливается их роль. В своем выступлении Егор Жуков заявил, что отрицает вину и в принципе считает массовые беспорядки неправильными и неэффективными. Ходатайство защиты суд отклонил. Арест до 27 сентября остается в силе. Было просто жутко от того, что человек просто на два месяца, остался в СИЗО, ни за что. Очень сильно впечатлило финальное слово Егора о том, что Россия будет свободна, что самое страшное с ним может учиться это забвение. И очень обидно, что, например, на Кирилле Жукове сегодня было только 11 человек в зале апелляции, и за него поручилось только 6 человек, когда за Егора 612. И нужно не забывать то, что это все люди из одного общего большого дела, и не только Егор Жуков один в нем участвует. Параллельно продолжались апелляции у других фигурантов дела. Среди поручившихся за однофамильца Егора Кирилла Жукова член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе. Собравшиеся у входа в суд не теряли надежду попасть на заседание. Вам не стоит так сидеть, хорошо? Пожалуйста, входя в присутствие, пойдемте там парк. На курсе, спасибо. Пройдемте вот на парк. Я хочу, чтобы было видно, что я хочу попасть на него. Я вам предусмотрю, потом наряд приедет, и вы поедете в отделение. Мы хотим попасть внутрь, и мы просто устали ждать, потому что мы тут с 9 утра. И поэтому мы просто сели на пол, что, наверное, нормально, потому что мы хотим сесть. Мы могли бы сесть внутрь, но нас не пускают. У меня много друзей, кто учится и кто лично знает ребят. Я лично не знаю, но я понимаю, что я не могу себе допустить, чтобы это происходило прямо сейчас, и чтобы это я не читала, что это было в 90-е или в советское время, потому что если допустить несколько дел, дальше это пойдет сотнями. Не смогли попасть в суд и некоторые поручители обвиняемых. Их якобы отсутствие позже трактовалось как повод не приобщать поручительство. Я не успела подписать поручительство за Егора Жукова. Ну, просто, когда я пришла, они уже закончились. Но я успела подписать поручительство за Данила Конна. Просто студенческая солидарность. Я знаю, что он также был активистом. У Ивана Жданова стоял около кубов. И я так понимаю, что в основном по этим делам сейчас проходят именно активисты. Люди, которые вели свои блоги, люди, которые работали в штабах у независимых кандидатов. 22-летний студент МГТУ имени Баумана Даниил Конан остается под арестом. Суд счел невозможным изменить меру пресечения. Такими же решениями завершились заседания по делам Кирилла Жукова и Алексея Миняйла. Иван Воронин, Никита Татарский, Андрей Киселев. Радио «Свобода», Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин